17 декабря в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Елочка». Его организаторами являются Министерство лесного хозяйства и Управление МВД России по Тверской области. Оно проводится в целях предотвращения незаконных рубок хвойных деревьев в предновогодний период. О том, как проходят операции в Конаковском районе, мы узнали в отделе лесного хозяйства. На данный момент в Конаковском районе организованы мобильные группы из государственных лесных инспекторов, которые производят патрулирование хвойных массивов. На помощь им приходят сотрудники полиции. Они следят за местами продажи елей, а Дорожно-патрульная служба проверяет водителей, осуществляющих перевозку хвойных деревьев. С начала операции случаев незаконной вырубки в нашем районе не зафиксировано. Однако в текущем году работники пилы и топора не раз попадались на крючок инспекторов. В этом году четыре случая выявлено было самовольных рубок. Это в основном граждане. Кто-то на дрова срубил дерево. Или два случая таких выявлений. Мы, естественно, принимаем меры в соответствии с действующим законодательством. Согласно лесному кодексу России, заготовка новогодних елей гражданами для собственных нужд запрещена. За незаконную рубку деревьев можно получить штраф. В размере от 20 до 40 тысяч рублей для должностных и от 200 до 300 тысяч для юридических лиц. Для физических лиц эта сумма, конечно, гораздо меньше. Гражданин привлекается к административной ответственности. Составляется протокол. По этой статье предусмотрен административный штраф от 3 до 4 тысяч. И плюс рассчитывается ущерб, который нанесен лесному хозяйству. По каждой конкретной елке там есть методика расчета этого ущерба. Плюс, ну это порядка 3,5 тысяч, что он добровольно должен возместить. Инспекторы лесного хозяйства напоминают, чтобы не навредить окружающей среде, приобретать новогодние деревья лучше на елочных базарах.